Конфликт министра здравоохранения с медицинским сообществом набирает обороты. На этот раз Алмкадыр Бишиналиев решил свести счеты с авторитетным травматологом и ортопедом Сабрубеком Джумабековым. Ощущения, честно говоря, двоякие. Да, никто не спорит, что система здравоохранения давно нуждается в реформе. Но, блин, разве можно доверить ее человеку, который дискредитировал себя не только в глазах своих коллег, но и международного сообщества? Любой здравомыслящий человек понимает, Алмкадыр Бишиналиев не тот министр, который способен провести реформы, и не тот человек, который внушает доверие. Всем привет, Канеметов с вами. Серьезно? Наши деньги? Да, серьезно. Алмкадыра Бишиналиева перестали воспринимать как профессионала в тот самый день, когда он вышел к прессе и начал топить за оконет. Помните эту жутко кринжовую историю, когда он вскипятил чайник с ядом и выпил под прицелом телекамер, типа это лекарство от коронавируса? Еще больше в глазах своих коллег Бишиналиев упал, когда заявил о том, что дозировку оконетового зелья определяют не опытные токсикологи, а президент, который, к слову, по образованию учитель физкультуры и к медицине не имеет абсолютно никакого отношения. Единственный человек, который определяет сейчас дозу, это президент. Я ему смотрю и не могу тоже определить, потому что каждый корень есть свои плюсы и минусы. Алмкадыр Бишиналиев не раз оказывался в центре скандалов. Медицинское сообщество ему не доверяет. Не так давно коллектив Центра кардиологии и терапии жестко выступил против министра. Нелицеприятные слова медики высказали чиновнику в лицо, заявив, что он министр с улицы. Представьтесь, кто вы такой. Вы зашли, люди некоторых не знают даже, честно говоря, не здорово, и зашел, и съел, и что-то говорит. Это министр? Я не знаю этого. Он не представился. Потому что... Я же не с улицы пришел же, да? Да? С улицы пришел. А, всем больше? Всем больше? Я вам не друг, вам, что хочется, всем больше не хочется. Я не буду здесь. То, что вы говорите, это уже не компания какая-то. Здесь коллектив сидит. Пожалуйста, говорите языком таким чиновничим, а не таким вот компанией где-то вы, это самое. Не воспринимайте, что мы кое-что, тучи, чик или еще что-то. Я, по-моему, по сути говорю. Я вас посажу, говорит Алмкадрбишен Алиев, по сути угрожает коллективу Центра кардиологии тюрьмой. Да, ему можно так себя вести. Ведь крышует его президент. Министр не скрывает, что дружит с Садыром Джапаровым. И тогда у меня в 19-м году, когда мы уже начали подготовку к 20-му году, Садырм Владимирович мне сказал, я знаю, ты любишь хирургию, любишь медицину. Мы, если пройдем, то будешь депутатом и занимаешься своим здравоохранением или министром. Теперь вернемся к Сабурбеку Джумабекову и к ситуации, которая разворачивается вокруг научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии. Именитый хирург в реформах Бишин Алиева не верит. Именитый хирург в реформах Бишин Алиева не верит. Именитый хирург в реформах Бишин Алиева не верит. Сабурбек Джумабеков против ликвидации Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии нельзя уничтожать то, что создавалось годами. Именитый хирург в реформах Бишин Алиев. Если Сабурбека Джумабекова уйдут, то что будет сотнями больных? Каждый день у него на приеме десятки пациентов, причем самых простых, не богача, не какие-нибудь. Позволить тебе оперироваться в Казахстане и России кыргызстанцы не могут, там очень дорого, только на билетах разориться можно. Надеюсь, Садыр Джапаров примет адекватное решение и не даст Аканитовому министру разрушить научный центр. Аканитовому министру разрушить научный центр. Сегодня Сабурбек Джумабеков заявил, что министр Бишин Алиев пытается сорвать запланированные операции. Нужно главару зроби. Бардық бөлім басшыларын, барығар маға келгілі, мен бердің кабинеттен ғаулы алып сүйлер шойым деп, қысым көрсетіп, динамында езінің басқыншылық жолын олан туатад. Бізде бүгін 38 операция жасалатыд. 38 операция, саат 4-5-те бүті өз операцияны. Безің жазаған операциялар осыға жол туалатыд. Мен дағы бүгін 8 операциям бар, маға да жол туалатыд. Бүгін өзіп, бізді өзіп, бізді өзіп. Накануне Сабарбек Джумабеков обвинил бешеналива в том, что он явился в центр в нетрезвом виде и провел встречу с коллективом, не ставя его в известность. Министр говорит, что не был пьян. Маса малында, ічіп алған, еркімінен сегіздер. У Джумабекова нет никаких доказательств. Когда я пришел, там сидели главврач и профессора. Если они подтвердят, что я явился пьяным, то я сдам свой пост. Как видите, никто не подтвердил. Временами делаю вид на корпоративах, что я пью. Если министр не будет пить, коллектив не будет отдыхать. Алымкадр Бишан Алиев своего пытается добиться любыми путями. Он заявил, что Сабрубек Джумабеков уволен, а центр преобразован в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. За все время существования центра он, Сабрубек Джумабеков, творил, что хотел. Поэтому он должен отвечать за это в суде. Сказал, чтобы нашел хорошего адвоката. Сказал, что если он хочет спасти себя, то пусть защищается. Швондер победил. Профессора власть не защитила. Мы к вам, профессор, и вот по какому делу. Вы напрасно, господа, ходите без калуш. Зато в защиту Сабрубека Джумабекова встал его коллектив. К зданию учреждения приехал замминистра здравоохранения Джалалидин Рахматуллаев, чтобы представить коллективу нового директора и главврача. Но их в центр не пустили. С решением Бишан Алиева медики не согласны. Я не подлец и не предатель. Чтобы уйти, просто так бросим свой молодой коллектив. Куда эти ребята 50 человек пойдут? Главное, взрослые, которые работают здесь, это вопроса нет. А молодежь, научный отдел, аспирантура, ординатура, куда они пойдут? Вопрос. Поэтому, уважаемый президент, я вам еще раз обращаюсь. Я сегодня разговаривал вице-премьер-министром. Он мне попросил, чтобы я ничего не говорил, не выступал. Это просьба президента была, сказал. Я этого держал. Слово. Он сказал, создается комиссия в правительстве. Един Байсалов сказал, вице-премьер. И комиссия будет определять, кто прав, кто не прав. Есть необходимость создавать такую больницу. И при приезда президента, президент поставил точку на это. Нет. Опять же, министр, не слушая вице-премьера, который курирует правительство, министерство, занимается самоуправством. Тем более, наш центр. По положению, хоть старое оно положение, оно не отменялся, не отменен. Утвержденный министер, устав нашего центра. Подождите. Министер. Утвержденный министер. Еще не отменен положение, хоть старое. Там учредительным является городской кинеш депутатов. Я обращаю депутатам городского кинеша. Это ваш авторитет. Это вы должны решать этот вопрос. Исключить нас, выйти учредителем нашего центра. Это мэрия города Альшкек и Минздрав. Вот три организации. Нет, министр занимается. Опять же, самоуправством назначает, то есть, реорганизовывает и назначает нового, нового директора или врача больницы. Вот пришли замы. Поэтому, вот мой коллектив молодой, у вас пока нам, президент, не примут решение, мы вас сюда не пускать не будем. Я хочу сказать, что вы думаете, что вы думаете? Какой человек? Какой человек? Бешен Алиев уже назначил, Джумовек его сняли, и дезинформация была. А он когда в поте лица работает, человеку жизнь спасает. То есть, чтоб человек ходил или еще что-нибудь... Спасать его обязанность как врача. Нет. Ну это да, как врача. Но вы ему же не даете работать. Необоснованно МЛР, вы пензелармин, вы срываете ему работу. Убил, что у меня махать, и я не знаю. Убил, что у вас применят, почему вы не что-то это перемените. Без понятия, у нас нет прекрат Cannon. Без понятия, что у всех остается. Убил, не понимаете? Убил, не могу. Сохрана просто лог same, а застава оно мне не хотит. Убил, без понятия. Все отрели, они ухлайся! Заваха, ну и отрели! Сохрана, ну и отрели. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Разработчики не поясняют, что подразумевается под политической враждой. По факту, любое инакомыслие или критика в адрес действующей власти могут быть признаны разжиганием политической вражды или экстремизмом. Мы, изучив этот законопроект, увидели правовые неопределенности, которые могут широко толковаться. Поэтому вот эта правовая неопределенность, отсутствие четкости и ясности, то, что она может быть широко толковаться, мы считаем, что она может привести к угрозе нарушения прав, свободу слова, свободу мнений. Представители МВД уверяют, что закон о противодействии экстремизму не направлен против СМИ. Экстремистскими мы признаем публичные призывы к свержению власти. Наша главная цель – предупреждение экстремистской деятельности. Сегодня в Кыргызстане запрещена деятельность 21 экстремистской организации. Но есть религиозные, действия которых представляют угрозу национальной безопасности. Поэтому мы хотим предостеречь наших граждан, чтобы они не оказались вовлеченными в их деятельность. На это направлен новый закон. Президент Гетцин. Теперь это экстремистское высказывание. Ну, если закон примут, и он вступит в силу. Впрочем, давить несогласных власть может и без каких-либо законов. Против членов команды Болота Тимирова использовали самые грязные технологии. Даже медовую ловушку. Не так давно в сеть слили интимное видео журналистов. Расследователь сегодня написал заявление в правоохранительные органы. Разбираться будет столичная прокуратура. Мы сразу же предположили, что за сливом интимного видео стоит ГКНБ. Вскоре эти догадки подтвердились. Журналисты провели расследование и доказали это. Выяснилось, что девушку из команды Тимирова соблазнил сотрудник ГКНБ. Все началось в декабре, когда в спортзале с ней познакомился молодой мужчина. Он помог ей настроить тренажер, а после подвез на встречу. Они начали переписываться, и вскоре он позвал ее провести выходные у живописного озера Иссыколь. Он снял квартиру, все сам организовал, рассказала Айгуль. Она и представить не могла, что их первую ночь в этой квартире снимали с разных углов. Вскоре она заподозрила неладное. Следующим утром, готовя завтрак, парень попросил пароль от ее ноутбука, чтобы включить какое-то видео. Она ввела пароль самостоятельно, но позже он попросил его вновь. Позже девушку запугивали, склоняли к сотрудничеству с конторой, заставляли ее шпионить против коллег. В противном случае грозились слить записи в интернет. Ну ладно, ты такая молодая, типа смелая, переживешь, сказал ей один из сотрудников. Но как же твои папа и мама? Их сердце, наверное, не выдержат. Они столько лет трудились на госслужбе, заработали такое уважение, и в один миг ты все это разрушишь. Девушка молчала, поэтому руководитель группы усилил давление. Мои ребята возле дома твоих родителей стоят, вспоминает она его слова. Сейчас я позвоню своим ребятам, они к твоим родителям зайдут и фотографии покажут. Хороший подарок на Новый год будет. Будет ли прокуратура действовать и накажет ли оборотней из ГКНБ за вмешательство в личную жизнь граждан? Очень сомневаюсь. А на этом у меня все. Спасибо за то, что досмотрели выпуск до конца. С вами был Канат Канеметов. Всем мира! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!